Девушки отдыхают В числе и областной краеведческий музей Имени Алабина Официальный пресс-релиз уже на сей счет Есть и мы сегодня по большому счету Видимо продолжаем рассказывать Об общественных инициативах Которые получают поддержку Федерального центра фонда президентских грантов Говорили мы об этом на прошлой неделе У нас были люди Кто тоже выиграл эти гранты Рассказывали о своих проектах Сегодня послушаем о духовной силе Вятки Потому что до эфира Мы тоже много тут разговаривали Пыталась я соотнести два проекта Объединенные одним грантом Не очень мне это получилось Поэтому есть у меня вопросы И к Игорю Веснину, и к Игорю Сметанину Узнаем как вообще То есть два этапа Пока у нас гости не подключили То есть во время одного этапа Планируется реконструкция Старых картин Которые хранятся в областном краеведческом музее Люди, которые изображены на этих картинах Насколько мы выяснили Известны А вот художники, кто их рисовал Остаются неизвестны Чьих рук это работает Вот, а второй этап, соответственно Подразумевает проведение исторического пленера Чем он, да, будет отличаться от обычного пленера Потому что, знаешь, вот я помню по работам Которые, ну вот обычно там Воснецовский пленер То есть это все равно чаще всего Да и ты, наверное, видел, да На картины чаще всего Все равно попадает историческая часть города Так или иначе То есть если художники работают в городе То есть это всегда район улицы Спасской, Казанской Набережная Грина Да, с рекой Вяткой связано и так далее Да, вот поэтому интересно А чем, собственно, вот этот исторический пленер Будет отличаться Что вот эта вот историческая часть Вкладывают в него авторы Да, то есть что будут художники выполнять То есть, возможно, там есть уже какие-то задумки Нам расскажут, как все это будет происходить Меня смутило, в частности, кстати, то, что Несмотря на такое громкое, широкое название Всероссийский исторический пленер Даты его проведения — это всего лишь два дня Которые предусмотрены, да, на май этого 2023 года Как сказано в официальном сообщении Художники будут работать где-то вблизи А, они еще Великорецкое, да, собственно Посетят село Великорецкое Они будут работать рядом с Свято-Троицким Кафедральным собором И все это выльется в проведении На площадке Краведического музея Уже летом или осенью этого года Выставки, посвященной как раз-таки Этому сооружению Ну, я так понимаю, что два дня, в принципе, достаточно, чтобы сделать какие-то наброски, да, то есть ведь никто не предполагается Это будут готовые уже работы будут или нет? Ну, мне кажется, за два дня пленера К сожалению, к сожалению, не знаком Подробно, да, с работой художников, живописцев Ну, вот сейчас предлагаю начинать подключать По телефону наших спикеров В первую очередь это, напоминаю, Игорь Веснин Заведующий организационно-методическим отделом Областного Краведического музея И затем пообщаемся с Игорем Сметаниным Представителем Вятского регионального отделения Союза художников России А я, кстати, не видела сумму гранта Мне тоже не попадалось Мне как-то всегда совестно спрашивать А сколько вы получили, да? Нет, ну почему? Потому что на благое дело же это пойдет Когда ты слышишь сумму гранта, ты примерно понимаешь размах мероприятия, да? Угу Подключаем, да Игорь Веснин с нами на связи Заведующий организационно-методическим отделом Областного Краведического музея Игорь Анатольевич, добрый день Добрый день Здравствуйте Вот, Игорь Анатольевич, хотим поподробнее узнать, да Про ту часть, которая предполагает реставрацию картин Если правильно, да? Правильный термин употребляю я То есть что буду делать? Сколько работ будет восстановлено? Что это за работы? Ну и общие какие-то вводные данные О вот этом проекте Духовная сила Вятки Возрожденные образы, которые получил президентский грант Ну, наверное, надо говорить сперва с общих А потом уже конкретики именно к реставрации Потому что реставрация это только составляющая одна часть Да, как идея вообще возникла? Как она зарождалась? Ну, во-первых, идея возникла из-за того, что мы видим, что у жителей города и наших гостей Очень возрождается такое желание узнать историю не только города Кирова, но и Вятки и Хлынова И, соответственно, нас заинтересовало вот о том, что в грантах президента Российской Федерации было очень интересное направление Это место силы, малая родина, региональная история И мы посчитали, что к 650-летию мы могли бы поучаствовать Сразу говорю о том, что мы участвовали совместно и писали этот грант совместно с нашим региональным отделением Союза художников России Ну, прежде всего, для того, чтобы провести пленэр Это тоже одна из составляющих вещей А второе, для того, чтобы вот эта история, которую мы хотели бы предоставить нашим жителям Она бы потом была воплощена в некие художественные изобразительные картины и так далее Которые бы остались нашим потомкам В чем идея? Ну, прежде всего, конечно, юбилей И мы выяснили о том, что интерес есть Но многие моменты жители нашего города, они как бы не знают И вот один из моментов, который у нас был в фондах Это, прежде всего, картины, которые находились у Вятских епархов Это, значит, прежде всего, архиепископа Вятского и Великопермского Ионы И Вятского и Великопермского Лаврентия То есть это их портреты, да? Это их портреты, которые были написаны художниками конца примерно XIX века Понятно, они прижизненные, потому что, когда они были, это конец XVII и конец XVIII, соответственно, века тогда, конечно, картины еще не писали Но они были и хранились в Свято-Троицком кафедральном соборе После того, как в 1935 году его разрушили, они были переданы жителями именно на хранение к нам фонды Соответственно, люди, ведь история это, прежде всего, не только сам просто город или здание Это, прежде всего, люди, которые творят, создают и делают вот этот город узнаваемым, любимым И, соответственно, нам было интересно раскрыть деяния этих людей, которые изображены в портретах Ну и, соответственно, рассказать о Свято-Троицком кафедральном соборе, которому мы потеряли О тех святынях, которые в нем хранились Для того, чтобы и гости, и жители города Кирова понимали значимость вот этого всего места святого Ну и самого города Кирова, Вятки, Хлынова для всей истории Кировской области Игорь Анатольевич, вот упомянули вы, да, что будете рассказывать об истории собора То есть это будут носить просто форму лекции, или вы будете готовить какой-то материал, возможно, какие-то видео Нет, конечно, ну, во-первых, вот мы подошли, будет проведен пленэр в мае месяце Приглашены художники со всей России и, конечно, наши земляки Которые будут писать как раз те места Место кафедрального собора, где находился, значит, перекресток Ну, место, где у нас находится мемориал Вечный Огонь А те, сохранившиеся здания, это вятская консистория здания Ну, как раз в этой кафедральной площади, где у нас сейчас находится стадион Динамо Вот это место, ну, и Великорецкое Художники оставят нам картины, по условиям грантов Они передадут часть картин к нам, которые у нас будут на хранении Тем самым мы запечатлим именно в сегодняшнем состоянии, как находится для потомков Ну, и, вероятнее всего, будет некий реконструк... Кто-то заинтересуется сделать реконструкцию Потому что есть, сохранились фотографии Вот Свято-Троицкого собора И, соответственно, это будет первый момент Это, значит, сам пленэр Второе, это будет выставка этих картин Ну, и третье, как кульминация Это будет выставка в здании нашего музея Которая называется, как и грант Духовная сила Вятки, возрожденные образы Кроме вот тех отреставрированных работ, которые будут сделаны у нас в Костроме И привезут эти портреты Еще доставят из Рязани портрет епископа Лаврентия Горки Который тоже был... у нас очень много сделал для авиатского края Хотя был епископом очень... ну, недолго, это в начале Это примерно какой период? Это, ну, вот он здесь был епархом всего 4 года 1733-1737 Он сейчас хранится, портрет его в Рязанской историко-архитектурном музее Но его роль, прежде всего для образования, ну, наверное, будем говорить так, очень известна Потому что он первый открыл в школу Да, славяно-греко-латинскую Это первая школа, первое образование на Вятке Игорь Анатольевич, да, я прошу прощения С вашим коллегой по проекту И с вашим тезкой, получается Игорем Сметанином мы чуть позже поговорим Непосредственно про Пленэр А хотелось бы сейчас сосредоточиться на этих картинах Кострому вы упомянули Ее туда повезут, да? Да, мы уже Отвезли уже, они там А сколько их вообще, этих портретов? Мы отправили две картины Две, два Две картины, да И третья картина, которая приедет у нас в Рязани Как раз к выставке в июле месяце, которую мы открываем Ну и у нас есть в запасниках еще картины, которые хранились у нас И находятся в фондах Мы постараемся это показать Как долго вообще их не видела публика? Как долго они нигде... Или вообще никогда они не выставлялись? Ну, некоторые картины Некоторые картины мы предоставляли даже Недавно ездили, значит, предоставляли Картины и в Санкт-Петербурге Вот, а вот те картины, которые мы на сегодняшний день говорим О Иване, о Лаврентии Их, конечно, публике широкой мы не предоставляли Потому что их состояние было Ну, не очень, не подобало Для того, чтобы их демонстрировать Для широкого круга Вот если оценить их состояние То есть это такое уже солидное разрушение Прям вот нужны реконструкции Нужна серьезная реконструкция? Почти по миллиону рублей Да, почти по миллиону рублей Для реставрации Мы ведь еще, возможно, какие-то дополнительные работы будут Но вот как раз такие Ну, участие в грантах и позволяет Вот такие дорогостоящие... Найти, да, такие суммы Найти суммы для того, чтобы сохранилось для потомков А в Кирове, я так понимаю, специалистов нет, да? В Кострому везете? Ну, во-первых, работы такие Вот Игорь Анатольевич подтвердит Сметанин, значит, по реставрации Уполняют обязательно Особенно если мы участвуем в гранте В национальном гранте То обязательно должны, во-первых, участвовать тем Кому дано такое право То есть это какие-то сертифицированные, да? Да, это не просто художники Это люди, которые специально учились И специальная организация Научная школа Должна быть обязательно Как много времени, давайте еще напомним Уйдется на эти восстановительные работы Мы ждем, что... Вот мы в октябре их отправили В конце октября Мы ждем их к открытию выставки Которая состоится у нас в середине июля месяца Практически год взаимом, да? Да, да Я прошу прощения, возможно, я прослушала Да, еще раз поговорим Вот те две картины, которые из Кирова, да? Не из Рязани, а из Кирова Это что за работы? Это портреты неизвестного художника Конца 19 века, предположительно Это епископа Ионы Который у нас начал каменное строительство Вообще на Вятке И епископа Лаврентия Который буквально через 100 лет Был у нас епископом Ну, с ним связано прежде всего то, что на Святский крестный ход Начал уже идти с его отправления по суше До этого был по воде На реку Великую Да, некогда, может быть, специалисты Видели эти картины И оценивали художественную некую ценность Ну, оценку мы такую не производили Вот я могу ошибаться Могу ошибаться Но такой информации у меня нет Конечно, может быть, фонды Но такой нет Потому что они не хранились в фондах Не выставлялись И такой необходимости Они, конечно, имеют стоимость Как бы фондовую определенную, безусловно Но не как художественная портрета Как художественная, будем говорить так Работа какой-то Ну, теперь вот все стало, да На свои места По крайней мере То есть получается В течение практически всего этого года Этот грантовый проект будет реализовываться Если уж немножко затронуть вопрос будущего Есть ли задумка Заявляться на следующий конкурс В том числе президентских грантов Ведь я так думаю, что работы очень много И в том числе По восстановлению Реставрации Да, безусловно О чем мечтаете? О чем мечтаете, Игорь Анатольевич? Ну, вот на сегодняшний день Значит, мы занимаемся Работой над новым Немного, значит Уже сейчас от старины Более к современным моментам Сейчас как раз подаем Значит Участвуем в конкурсе Значит, по маршалу Коневу Я пока не буду раскрывать Потому что по нашему земляку Я считаю, что здесь очень много надо Сделать Отдать должное Потому что Именно Здесь От наших Его побед Его участия В Великой Отечественной войне Мы должны знать Об этом Поэтому мы участвуем Будем участвовать Ну, а по президентскому гранту Я думаю, надо продолжать Конечно Дальше Работать Потому что очень много Всеразличных моментов Истории Которые Мы бы хотели раскрыть Для жителей Нашего города И гостей нашей Столицы Вятского края Спасибо Благодарим вас за эту информацию Удачи вам На связи заведующий Организационно-методическим отделом Областного краеведческого музея Забыли спросить Общую сумму-то гранта, да? Но если учитывать То, что почти по миллиону рублей Не меньше двух миллионов Уже точно Идет на реставрацию Двух этих портретов Двух этих картин То Да, надо понимать Что сумма солидная поддержка Дорогое, да? Получается Это удовольствие еще Вот такая задумка По-моему, нечто подобное Впервые у нас реализовывается Да? В областном центре Когда Федеральные, вернее Деньги Деньги грантовые Идут именно на реставрацию Таких Вещей Которые долго хранились Честно говоря Даже не припомню Как выглядит Как могли бы выглядеть Эти архиепископы Да, о которых мы сейчас говорили И он И Лаврентий Ну, вот когда Видишь Уже интерес проснулся У нас будет возможность Когда они будут восстановлены Посмотреть Что это за портреты Вот Ну, действительно Да Если даже Они не представляют Ну, не то чтобы Не представляют собой Ну, если какая-то Художественная ценность Ну, историческая ценность Конечно, их неоспорима Да, потому что это Как Восемнадцатый, да? Век? Восемнадцатый и девятнадцатый Восемнадцатый и девятнадцатый Игорь Сметанин С нами на связи Председатель Львяцкого регионального отделения Союза художников России Игорь Анатольевич Добрый день Добрый день Здравствуйте Сегодня у нас Два Игоря Анатольевича В эфире Да, только что был Веснин А сейчас Сметанин, соответственно Да С Игорем Анатольевичем С вашей коллегой Мы пообщались Вот, собственно По первой По первой части Этого проекта По восстановлению картин Кстати, вы их Игорь Анатольевич Видели Эти портреты Эти архиепископов? Прекрасная работа Очень интересная Интересная Соответствует тому времени Как раз То заявки О чем мы говорим Это Старая вязка Очень интересный момент Вязка духовная Насколько они велики По размерам Эти портреты Так, чтобы представить Можно было Ну, мне остается Просто визуально По меньшей стороне Как минимум 80 сантиметров Это Такие знаковые работы 80 сантиметров Это Это же очень масштабная Такая работа Довольно Это масштабная работа То есть Это не миниатюра Однозначно Портрет С натуральной величиной Можно Отлично Ну и давайте Ко второму этапу Да Это Всероссийский Пленэр Который у нас Пройдет в мае Этого года Расскажите Кто к нам приедет В чем будет Суть заключаться Да Отдельно Хотелось бы подчеркнуть Называется Российским Историческим Пленэром То есть Историческая его Составляющая В чем Конкретно Будет заключаться Особенность Этого пленэра Как раз По задумке У нас Вместе С краеведческим Музеем Создание Исторического Пленэра То есть Обычно Художники Приезжают И передают Происпечатление Это состояние Природное состояние Ну То что происходит Сейчас В данный момент Будем говорить Так на воздухе Как раз Живопись Это Пленэр Работа на воздухе Вот Здесь В эту историю Вмешивается Еще Вот Историческое То есть Мы хотим Увидеть От художников Некую Такую Небольшую Историческую Реконструкцию Старой Вятки То есть Наблюдая И Получить И они У нас Еще Дополнительно Получат Информацию Не только От Кровейского Музея Но я Предполагаю Что К нам Поможет Еще и Вятская Епархия Они Внесут И расскажут Нам О тех Людях Которые Наполняли Нашу Историю Создавали Эту Мне очень хочется Надеяться Что Все это Как раз Выльется Полотна Конечно Очень сложно Говорить о том Что в такой Короткий Промежуток Времени Как сам Проведение Самого Пленера Мы увидим Настоящие Какие-то Сюжетные Полотна Сюжетные Картины Но Хотя бы Идеи И попытка Раскрыть Вот нашу Историю Очень хотелось Наблюдать В работах Когда Прошу прощения Когда вы говорите Реконструкция Что вы имеете Ввиду То есть Они будут Пытаться Воспроизвести Какие-то Утерянные Здания Ну Не знаю Свято-Троицкий Который Собор Я думаю Скорее всего Не восстановление А именно Впечатление Сама по себе Еще и Реконструкция Она может Предполагаться И расцвет Общее настроение Вполне возможно Что они Воспользуются Некими Фотоматериалами Которые увидят В Краеведческом Музее Захотят Рассказать О людях Того времени Вполне возможно Что как раз Вот и появятся Некие Ну такие Пространственные Исторические Во времени Того времени Работает То есть Речь идет О таком Абсолютном Вдохновении О творческом Полете Вот какие там Образы возникнут В головах У мастеров То они Попытаются Отобразить На холсте Да Мы надеемся Что Именно к этому Получим Результаты От таких Надежд Ну очень Сложно Говорить За художников Смогут ли они Еще раз повторюсь Времени мало Времени мало Мы имеем ввиду Что всего два дня Да будет Они непосредственно Будут работать Не два дня Там побольше Побольше Но все равно Как бы То что нужно Выпреснуть Иногда нужно Копить себе Но хотя бы Увидим Какой это Какой это результат Ну мы понимаем Да и Даша Вот об этом говорила Вначале Что трудно создать Полноценное полотно Да за столь Короткий промежуток Времени И вот это По большому счету Что это будет Эскиз Набросок Или не знаю Какая-то Незавершенная Какая-то работа Или вы все-таки Будете просить Чтобы В полноценное Творение Это вылилось Или могут сделать Здесь наброски Да потом их Где-то доработать Нет речь не идет О том что Это будет Продолжение Но все равно Как бы Мы говорим Об этюде Этюд Этюд Это впечатление Опять же Он наполнен Как раз Историей Это Этюдная работа И представление О том что Ну это будет Вполне возможно Незаконченный Эскиз картин И еще Каким-то образом Прозвучит Все зависит От автора На что На что художники У нас Не то что Способны А что смогут И успеют Сделать За это время Но предполагается Что результат Будет все равно Конечный В конце пленера И эти работы Попадут В фонд музея Игорь Анатольевич Средства Гранта Скольких Художников Позволяют Задействовать В пленере Чуть более Десяти человек Скажем так Так Ну то есть Это немного Тислено С одной стороны Но мы ожидаем Что мы пригласим Очень интересных Художников Художников Уже побывавших И когда-то У нас в городе Которые имеют Какое-то представление О нашем городе Чтобы они Совсем не бросались В неизвестное Ну возможно Это участники Воснецовского пленера Да? Воснецовского пленера Да Потом у нас До этого Были тоже проводились Пленеры Еще Другие пленеры Которые были И эти люди Участвуют В этих пленеров И я думаю Что им будет Как бы легко Проникнуть В нашу атмосферу И они уже представляют О чем Речь идет Ну Я так понимаю Что Определяться С конкретными Персоналиями Художников Кого звать Кого приглашать Будете непосредственно Вы Ну и ваши коллеги Советоваться будете Ну это совместное Решение Будет принято И уже Как бы Есть люди Как на заявки На кого мы высылаем Пока мы это держим В секрете А кировские художники Будут? Будут 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 Но их будет Немножко Немногочисто На составке Это около двух человек Но эти Будут наши Интересные художники Яркие Которые как раз Любят наш город И в своих работах Очень часто Обращаются к этой Да И давайте еще раз Напомним Где затем Все мы Жители города Гости города Смогут увидеть Результаты Этой вашей совместной Работы с краеведческим Музеем Ну естественно Это в здании Краеведческого музея На какой-то Другой Высовочной площадке Но это будет Решаться уже В процессе Скажем так В зависимости От объема полученного Который будет Результатом Пленера Мы увидим Уже И определимся А естественно Основная точка Это краеведческий музей Спасибо большое Игорь Анатольевич Игорь Сметанин С нами был на связи Председатель Левятского регионального отделения Союза художников России Ну что Я думаю Подробности выяснили Стало понятно Ясно Желаем успехов Авторам этого проекта Успешной реализации После рекламы Поговорим еще Об одном Событии Вот это тема Художественного творчества Духовности Мы сейчас Перейдем К суровой Правде Жизни Для многих Для многих Плачевное Печальное Ужасное Происшествие Случившееся В областном центре В ночь На 25 января В ночь На Татьянин день Это пожар Феодоровской церкви Которая находится На набережной Грина Я еще Не побывал За сегодня Вчера Только наблюдаю По соцсетям По видео Которые выкладываются Повсеместно Конечно печальное Печальное зрелище Более 200 квадратных метров Составила площадь Пожара Практически Полностью Насколько я поняла И по фотографиям И по сообщениям ЧС Выгорело внутреннее Убранство Церкви Колокольня Сильно пострадала Да И что с этим делать Ну в первую очередь Конечно же сейчас Разбираться Специалистам Следователям Другим Экспертам И сегодня Вот с утра Появились Новости О предварительной Версии Причины Этого собственного Пожара Это буквально Цитирую Аварийная Работа Электрооборудования Написал Об этом происшествии В том числе И губернатор Кировской области Александр Соколов Он Отметил В своем посте Что в любом случае Храм будет Восстанавливаться Или Заново Строиться Восстанавливать И строить Ну я так поняла Что это будет Зависеть от того Что скажут Специалисты После обследования Несущих конструкций Есть ли Возможность Восстановления Или это Действительно Потребуется С ноля Создавать здание Да да Безусловно С нашей такой Дилетантской Во многом Позиции Судить сложно О том Что же Что же дальше Это ждет Давайте Давайте сейчас Побеседуем С настоятелем Феодоровской церкви Это Иерей Игорь Шелеев Он вышел с нами На связь Отец Игорь Добрый день Добрый день Добрый день Я не знаю Ну Когда что-то происходит Такое печальное Трагическое Да В семьях наших Близких Родных Мы всегда Соболезнуем Насколько уместно Здесь Вот Выносить Соболезнования Честно говоря Я В таком Недоумении Позволите Это сделать Да Мы понимаем Что Довольно Довольно Печальное Событие Вот мы сейчас Поднимали Вопросы Истории Вспоминали Историю В том числе И храмов В Кировской области Не секрет Ведь да В том числе И навятки Храмы когда-то Горели Храмы деревянные И во многом Именно Ввиду своей Пожароопасности У нас начали Храмы каменные Возводить Ну и как-то Вот Даже немножко Диковато Сталкиваться с этим Уже в В 21 веке Да В 2023 В 2023 году Вы Прибыли на место Событий Буквально недавно Да Вы отсутствовали В городе Да Я был в Москве На международных Чтениях Образовательных И Пришлось Экстренно Прервать Командировку И вернуться в Киров Вернулись в Киров Поехали На место Где Находится Феодоровская церковь Вот сегодня Я с утра Да Поделитесь Пожалуйста Первыми впечатлениями Которые у вас возникли При виде Ну Какие впечатления На самом деле Шок Он уже прошел В момент Наверное Самого события Потому что Когда мне Ночью позвонили Мои сотрудники И Сказали все Что происходит Конечно Тогда Наверное Самый был Тяжелый момент А потом уже И видео И фото Все что было Выложено В сети Это все уже Можно сказать К этому Привык С этим Смирился Поэтому Когда сегодня Заходил Конечно Тяжело Все это Очень грустно Печально Но Спокойно То есть Разрешили вам Оказаться Вце Внутри Внутри Ну конечно Внутри церкви Мы сейчас Вместе С сотрудниками Должны Разобрать Все что Сохранить удалось Все что Уцелело Вот Но Мы сегодня Планировали С утра Этим заняться Но Приехали у нас Тут другие Работчи Вот Администрация Их направила Горэлектросеть Они сейчас Демонтируют Барабан Центральный Самый Обуглившийся Для того Чтобы не было Никаких Дальнейших Обрушений Чтобы никто Не пострадал При разборе Давалов И утвари Вот Они сейчас Две Большие машины Одна С люлькой Другая Кран Они вот Разбирают Вот эти все Головешки Сверху И затем Они будут Затягивать Строительную сетку И тоже Для того Чтобы Обеспечить безопасность Много ли Отец Игорь Удалось Спасти из огня Нет Конечно Немного Второй этаж Там у нас Административные Были помещения Ризница Это полностью Все выгорело Полностью Все Ничего Абсолютно Не сохранилось Все Что В самом Храме Практически Все иконы Обуглились Вскучились То есть Это все Тоже Не удастся К сожалению Восстановить Вот Что-то Может быть Частично Из утвари Там Подсвечники Вывезли Но они Опять же Все тоже Потемнели Может быть Можно их очистить Наиболее Какие-то Ценные вещи Не в плане Стоимости Которые Пострадали Наверное Самое ценное Это было Здесь Антименс На котором Совершается Божественная Литургия Его тоже Удалось Спасти Прямо Там Момент пожара Пожарные Вынесли И Мощевик В котором Было Семь частиц Мощей Ростовских Святых Вот Его тоже Удалось Спасти А из потерянного Мы надеемся Что те Которые Коми Еще висят На стене С закопченными Стеклами Мы надеемся Что под стеклами Мы все-таки Найдем Какие-нибудь Уцелевшие Часть изображения Официальная версия Случившегося Уже представлена Компетентными Органами Это Аварийная Работа Электрооборудования Вы такую же Версию услышали В процессе Общения С сотрудниками Я буквально Несколько Минут назад Прочитал В интернете Вот эту версию Мне лично Никто Пока ничего Не говорил Поэтому я Не могу Это комментировать Вот Я единственное Могу сказать Что я допускаю Конечно Ну во-первых Это точно Не поджог Я допускаю Что это Возможно Из-за Проводки Или Электрооборудования Но Тут надо ведь Понимать Что Когда храм Построили К нему Не подвели Абсолютно Никакую Воду Отопление Вода Канализация Этого Ничего не было Ничего не было Причем Когда Меня назначили В 2020 году Я когда стал Знакомиться С документами Я нашел документ Очень интересный Постановление Пожарной инспекции О разрешении На строительство Храма С учетом Именно с учетом Тем Что здесь будет Две Подведено Трубы Основная И резервная С водопроводом Но Так Чего не подвели И Отопление Полностью Оно было Все электрическое Вот И Никакого источника Воды Здесь тоже не было Слушайте Интересно Все что касается Оборудования За Вот эти два года Мы сделали Капитальный ремонт Внутреннего убранства Храма И Верхнего Тоже второго этажа Все Абсолютно Радиаторы Холодильники Все что Из электрооборудования Все было Абсолютно новым Даже еще Некоторые Были обогреватели Конвекторы Они на гарантии Были А напомните Самоз И проводку Которую мы тоже Меняли Тоже все это Как бы обновлено Все это новое Мне сейчас Нужно Как бы Сказать Причину Даже Предположить Вот просто Не знаю А занималась этим Вполне себе Сертифицированная Да Видимо Организация Уполномоченная На то Чтобы эти Электромонтажные Работы проводить А само здание Напомните В каком году Было построено В 2007 Год Да Я помню Тогда ведь обсуждался Вопрос Возведения Каменного храма Да Да Но Эксперты сказали Что он слишком Тяжеловесен Ну так Простым языком Выражаясь Именно для этого места Именно для места Которое Вблизи Вот непосредственно Реки И давайте Лучше будем Строить храм Из дерева Он легче И он здесь Ну не будет сползать Грубо говоря Никуда Так Вы знаете Отец Игорь Широкое обсуждение Развернулось В интернете Во всевозможных Сообществах И люди Безусловно Обратили внимание На фотографии На видео Обратили внимание На то Что верхняя часть Церкви Объята огнем Да Да Как-то можете Это объяснить Почему именно Вверху Мы пока не знаем Безусловно Да Где собственно Был источник Собственно Огня Но все-таки У вас какие-то Есть соображения По этому поводу Ну скорее всего Наверху он и был Но где именно Не могу сказать А не знаете Вас когда Могут допустить Словно говоря Собрать Что-то Что на ваш взгляд Уцелело Вот вы приводили В пример Иконы С подкоптившимся Стеклом Чтобы оценить Вообще Мы с утра уже Были внутри Я поднимался Наверх На второй этаж Тихонечко Там уже ходил Как бы Кое-что Ну там Из своего кабинета Что-то Смог найти Вот Но когда Приехали Приехала техника И пришли рабочие Они попросили Всех выйти Из храма Чтобы Мало ли чего Там рушиться будет Вот Еще один серьезный вопрос Мы тут уже В рамках эфира Упоминали Позицию По этому поводу Губернатора Кировской области Александра Соколова Как известно Написала она о том Что в любом случае Церковь будет восстанавливаться Или Заново Отстраиваться Сейчас конечно Можно очень-очень аккуратно И осторожно Об этом говорить Но Отец Игорь Вам все-таки Какое будущее Какие перспективы Видятся сейчас У нас есть начальство У нас есть митрополит Есть Интернатор Я думаю Что все-таки Этот вопрос Будет решаться На более Высоком уровне Поэтому Я сейчас тоже Не готов Ну да Может быть Еще преждевременно Потому что Хотелось бы Конечно Чтобы Что-то Восстановить Ну Конечно Это уж в идеале Если бы здесь Это был бы Каменный храм Но опять же Здесь много нюансов Да В том числе Место такое Да Достаточно специфическое А сколько вообще Сотрудников у церкви Судьба Ты хочешь спросить Да Где они сейчас Будут задействованы Они перейдут В другие приходы Или как все Как в этих случаях Все решается Пока Пока все Сотрудники Мы все тут вместе Мы помогаем Все это разбирать И Какое-то время Мы будем Это делать Сообща Вот А дальше Уже Как благословит Митрополит Наш Владыка Марк Очевидно Что Меня И второго священника Куда-то назначат Пока Временно Где-то Служить Вот И Что касается Тех сотрудников Наверное Тоже Пойдут В разные храмы Пока А сколько Вообще На службах В церкви Регулярно Присутствовало Людей То есть Вниманием Какого количества Жителей города Она пользовалась В последнее время Ну Во-первых Нужно понимать Что здесь Такое место Красивое Да Это и Парковая зона Здесь Поэтому Вот Летом Здесь Конечно Те Кто Гуляли Люди Они Заходили В храм Что касается Постоянных Прихожан То Ну Вот Наверное Человек 50 Можно Сказать Было Конечно Разово Когда Это На большие Какие-то Праздники Они Собирались Было В храме Много Народу Тесновато Но В простые Рядовые Службы Человек 20 Наверное 30 было И Также Нужно Помнить Что У нас Этот храм Был Единственный В области Который Кормлял Глухих Слабослышащих И Богослужения Праздничные Воскресные Здесь Проводились На жестовом Языке Поэтому Жекой Глухой Верующий Человек Мог Прийти И Услышать Ну как Услышать В кавычках Богослужение На своем Родном Языке Имел Возможность Исповедоваться Причащаться В какой-то Другой Храм Общину И будет Продолжать Своё Существование То есть Вообще В принципе Вот эту Идею Можно Реализовать И в другом Приходе Ну конечно То есть Привлекать туда Тоже Слабослышащих А прихожане Уже Обращались К вам Отец И говорит То есть Возможно На вас Выходили Уже Или Просто К церкви Кто-то Приходит Вот эти Два дня Чем-то Какую-то Помощь Я не знаю Предлагают Высказывали Своё намерение Как-то Поспособствовать В восстановлении Что приход Говорит Мне И в социальных Сетях Пишут И слова Поддержки И Предлагают Помощь Свою Разную И финансовую И В первую очередь Физическую Поэтому Слава богу Что есть Рядом люди Которые Готовы Помочь Кто-то Возможно Уже Из бизнесменов Готов Руку помощи Как это у нас Традиционно бывает Там же и целые Предприятия И юридические Лица Включаются В эту Благотворительную Деятельность У нас на сайте Вятской епархии Размещена информация О том Что сейчас Проводится Сбор Средств У нас Открыт Специальный Счет На помощь В восстановлении Храма И Любой Желающий Может туда Зайти И Взять эти реквизиты И По ним Пересислить Денежку Пожертвования Еще один Важный момент Чуть раньше Наверное Должен был Задать этот вопрос Но все-таки Я не знаю Как Устроена Система проверок В отношении Религиозных Учреждений Но Все-таки В отношении Церкви Тоже действует Должны проверить Пожарная безопасность Должна быть проверена Другие аспекты Документы Должны быть Выдаваться На какой-то Определенный Примежуток Времени Это Все есть Отец Игорь Когда последний раз Когда последний раз Специалисты Проверяли церковь Смотрите Во-первых У каждого храма Есть паспорт безопасности То есть Это очень строго Соблюдается Особенно Что касается Деревянных сооружений Перед каждыми Большими Праздниками Богослужениями Такие как На Пасху На Рождество Всегда Приходит пожарная инспекция Проверяет Все Поэтому Вот здесь Было у нас Рождество Буквально Перед Рождеством Накануне Сейчас Вот точно Не помню Пятого Или шестого Января Приходила проверка И Все Проверяли Оба этажа То есть Претензий Претензий Не было По части работы Да Претензий Быть не могло Потому что Что касается Пожарной безопасности Мы всегда Как сказать Выполнялись Все предписания Пожарных инспекторов И старались Конечно Чтобы у нас Это было На первом месте Потому что Храм деревянный И понятно Что мы В первую очередь Об этом должны думать Благодарим вас Да И желаем вам Сил Духовных Душевных Да В дальнейшем С нами на связи был Иерей Игорь Шилеев Настоятель Феодоровской церкви Да Спасибо Всего доброго Я думаю Что еще будет возможность Пообщаться на эту тему Если она будет Получать развитие Некое Но она в любом случае Видимо Будет получать продолжение Решение вопроса Что же делать С этим храмом Восстанавливать Как восстанавливать Какими средствами И так далее Но вот еще раз Повторимся Живую дискуссию Это событие вызвало В социальных сетях Да Более Ну вот у нас кстати На самом деле Остается немного времени Поэтому если кто-то У нас есть еще Восемь минут Да Около восьми минут То есть если кто-то Из слушателей Хочет высказаться Да По этому поводу Потому что Как ты говоришь Дискуссия Да Основная эта дискуссия Развернулась Как раз таки Вокруг восстановления Восстановления Ну давай напомним Сразу номер прямого эфира А мы в прямом эфире Сейчас 211-101 Если у вас есть Соображения По этому поводу Восстанавливать Как восстанавливать Ну я понимаю Что это очень деликатная тема Место-то уже намоленное Что называется Но вот люди Многие выражают Свою позицию В соцсетях И заключается Эта позиция в том Что возможно Храм стоит перенести Немножко в другое место Ну потому что Это же смотровая Такая площадка Да Люди пишут Хороший обзор Открывается Вот И возможно Даже какое-то Появление Какого-то другого Объекта На этом месте Ну вот Прямо сейчас читаю Один из комментариев В черном по белому Написано Человек считает Что фонтан Неплохо бы там Обустроить Вот именно на этом месте Ну помнишь Там же капсула времени Там капсула времени Долгое время же Мы говорили об этом Что там Потомки нам оставили Некое послание Смотри да К вопросу фонтана Предки Отец Игорь Только что нам сказал Что он поднимал Старые документы И были документы От МЧС Да От пожара Ну в общем От ведомства Сотрудник пожарной безопасности Да И по идее К этому месту Должны были быть Подведены коммуникации Но этого не произошло И я думаю Этого не произошло По каким-то причинам Видимо связанными Со сложностями Подведения этих коммуникаций Ну как мне кажется Что они не могли Просто забыть об этом Да Ну возможно Есть конечно Второй вариант Что пытались Удешевить строительство Ну сейчас можно только предполагать Да безусловно Если развивать эту мысль Можно додуматься В том числе и до криминальных Каких-то вещей Я имею ввиду самые очевидные вещи Да То есть А это дорого Технически сложно Ну собственно Технически сложно Тоже предполагают дорого Вот как ты уже упоминал Да В первой части Что здание стоит На крутом берегу Вятки Соответственно То есть каменное здание Там не могли возвести Потому что фундамент Может гулять Вот возможно С этим было связано И не подведение Каких-то коммуникаций Опять же возникает вопрос Ведь к фонтану Тоже нужно подводить Какие-то коммуникации Да На нем не будет построен Какой-то мощный фундамент Еще что-то Но Если тогда Не смогли подвести Две трубы То сейчас Электроэнергия Каким образом это сделают И так далее Ну многие люди Уже в комментариях Выражают Свою готовность Материально В том числе Помочь В восстановлении Федоровской церкви Ну хорошо Что такие люди есть Безусловно Кстати мы сегодня Утром Разговаривали с Руководителем Кировской Проектно-оценочной Организации Это Павел Рылов Мы с ним записали Два интервью Они обязательно выйдут Чуть позже На волне Нашей радиостанции И как эксперт В строительной сфере Павел В первую очередь Отметил Что нужно сейчас Детально Обследовать И исследовать То что осталось От церкви То есть Все уже Произошло Огонь уже Много чего Повредил И главное Понять Действительно Повреждены Ли Конструктивные Да Как это называется Основные Детали Этого строения То есть Можно ли Приступать К его восстановлению Потому что По словам Специалиста Мы можем Там Зачистить Гарь Да Удалить Все это Отшлифовать Современные средства Технически Это позволяет Есть много Составов Которыми Можно поклить Эту древесину Чтобы Ну понятно Какие-то смеси Составы И так далее Но если там Присутствовать Будет дальше Запах гари И когда И служители Там будут Непосредственно Находиться И когда Прихожане Будут заходить В церковь И они будут Чувствовать этот запах Ну это очень Это очень нехорошо А запах гари Это одна из Мне кажется Самых сложных Выводимых вещей Да Вот Но к сожалению Феодоровская церковь Не первый Да Вот такой деревянный Объект Который В стране нашей Горит Ну увы Если помониторить новости По-моему Санкт-Петербург Там был Санкт-Петербург По-моему Там фигурировал В конце прошлого года Да В Ленобласти Сгорел храм Тоже там загорелся По-моему Алтарь Если я правильно помню В ноябре это было Вот тоже очень много Прихожан Расстроились Этим печальным событием Да Но самый наверное Один из таких вот Известных Известных трагедий Да наверное Для памятников Архитектуры Ну Феодоровская церковь Там таковой не является Но тем не менее Если ты помнишь В 18-м году По-моему В Карелии В Кандапуге Да-да-да Большое печальное Событие было Да церковь тоже деревянная Вот она как раз таки Я думаю Я думаю является там И памятником зодчества И архитектуры И всего чего угодно Вот Такие вещи Да конечно Печально там Когда они происходят Насколько здесь Все зависело Да От каких-то нарушений Действительно там Пожарной безопасности Или это просто было Какое-то вот Ну стечение обстоятельств Стечение обстоятельств Действительно Какой-то Сверх какой-то Напряженный Режим работы Электрооборудования Ну Ну случается Да Вот Второй Достаточно дискуссионный момент Да Который тоже В социальных сетях Нашел свое отражение Это средства На которые предстоит Как я понимаю Восстановить здание церкви Потому что Как правильно ты уже заметил Да Это центр города Это набережная Это прогулочная зона Соответственно Юбилей города Не будем забывать Юбилей безусловно В 2024 году Соответственно Ну Очень маловероятно Что вот Погорельцы Вот так вот оставят На открыточной части Города Чего уж там Согласен с тобой Да Эту Эту картину Нужно будет конечно Менять в лучшую сторону Здесь возникают вопросы У людей Да За чей счет Здание планируют восстанавливать Потому что Губернатор То что ты вот Зачитывал Да Цитировал Либо восстанавливал Да Он написал Что будем в любом случае Либо Либо восстанавливать Либо Либо строить Новую церковь Вот В любом случае Многие люди восприняли Как бюджетные средства Да То есть если губернатор Говорит что в любом случае Что-то будет восстановлено Кировчане Часть по крайней мере Кировчан Да Решила что-то будет восстановлено За бюджетные средства И восприняли Ну Штыки Скажем эту новость Да То есть это какие-то Непредвиденные расходы Возможно Ну да Непредвиденные расходы Деньги которые придется Срочно изыскивать Вот А средства Изыскиваются обычно Как Берутся Из другого места Перераспределяются Перераспределяются Соответственно если мы восстановим На какие-то средства Церковь Кому-то что-то не достанется Вот Но отец Игорь уже сказал Да Что открыт сбор В нем можно поучаствовать На сайте Верска епархия Возможно получится В епархии привлечь Крупный бизнес Потому что да Место Достаточно интересное Насколько хватит Этих денег Непонятно Да Ну то есть Будет ли это Трудно оценить стоимость Вообще Будет ли это Какое-то софинансирование Условно говоря Там часть денег Выделит государство Часть соберут люди Епархия Церковь Церковь возможно Что-то даст Собственник этого объекта Да Ну вот нам подсказали Что Скорее всего Церковь не даст Потому что это не принято Да Но посмотрим Не знаю Не уверен Не буду Так вот Категорично заявлять Все-таки Происшествие Только еще вчера Это случилось В ближайшее время Я уверен Появятся и какие-то Более детальные Результаты И обследования И мы услышим заявления Видимо и руководителей Церкви И города И области О том что планируется делать С этим местом Тут же надо вспомнить Прекрасное Терруправление Первомайского района Находится рядышком В котором В котором нынешний В котором нынешний Глава Кировской администрации Вячеслав Симаков Провел немало времени Так что я думаю Что личная заинтересованность Сити менеджера Здесь тоже очень большая В общем услышим Подробности в ближайшее время В этом я уверен Ну а сейчас заканчиваем Завершаем на этом Дневный разворот Владимир Сметанин Дарья Топузлиева Прощаемся Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин